Всем привет! Сегодня мы посмотрим с вами китайский автомобиль Cherry Bonus. Жень, какого он года? Машина 11 года. Начнем сразу с минусов этого автомобиля. Во-первых, у него очень тонкий металл, плохой, дешевый, хрупкий пластик. Что в салоне, что вот у него передние бампера. Уже их паяли как бы. Да, диски мягкие, вот подсказывает мне хозяин. Мнуться на бордюрах. Резина низкая, низко профиль. То есть автомобиль, ну сколько он стоит? 385, но он вот как вот ты оцениваешь, он лучше жигулей или все-таки хуже? Приору лучше, да? Приору получше будет. А двигатель у него подскажи какой? Полтора литровый, 109 лошадей, но их там нету. Полтора литровый, 109 лошадей, в смысле нету? Ну слабый литровый, это неправильная информация. То есть там нет 109 лошадей? Нету. А как он на ходу, вот расскажи нам. Ну тянет слабовато. Слабовато идет, да? Да, стойкие, слишком пружины мягкие бьют. Мягкие пружины. На ходу его раскачивает, да? Больше 160 литров. Да, ну я не думаю, что нам по нашим дорогам нужна скорость 160 километров. Это где-нибудь на автобане. Хотя не знаю, в России дороги улучшаются. Женя, а какой у него объем бака? 50 литровый бак, да? Да. Зимой печка просто работает. Она у тебя на газу, да, если не та, с гарантией? Да. Ну сейчас мы откроем капот, посмотрим, что там у нас под капотом. Подойдем к отсеку двигателя, посмотрим. Двигатель у нас расположен поперек. Двигатель, как говорит хозяин, в Митсубиси. Все скомпоновано. Китайский автомобиль. Давайте посмотрим, что у нас в салоне находится. Сразу вот можно определить по звуку. Пластик ломкий. Очень легкий, наверное. Съедем в салон. Штатный магнитол стоит. Ну, приборы все читаемые. Все видно. Управление печкой, кондиционером. Противосолнечные козырьки. Зеркало заднего вида. Да ну так, по ощущениям, по моим, вроде ничего. Но хозяин очень критикует. Вот, правда, мне вот большому человеку очень неудобно садиться в машину. Давайте посмотрим, багажник какой. Багажник у нас поднимается вместе с задним стеклом. Достаточно такой неплохой объем у него. Видим, что уже стойки мы купили новые. Жень, а как светотехника у него нормальная? Светотехника? Да. Вроде нормальная, а включение получше, чем у детятки. Ну, светотехника лучше, да, чем у вазовских моделей? Ну, не лучше, чем у приоры. У приоры все-таки лучше, да? Да. Приоры качественно не сделано. Ну, получше будет. Металл тонкий. Вот, мы можем послушать даже. Заведем, послушай машину. Садись в воде, там ключи. Не, мне надо снаружи, чтобы слушать. А сейчас что? Скажи, что тут катализаторов нету, мозги прошиты. Да, мозги прошиты мне подсказывают, катализаторов никаких нету. Сейчас заведем двигатель. Убрали их, один остался датчик кислорода, второй тоже убрали. А почему? Ну, чтобы, когда прошивают мозги, так сделают. А, ясно. Ну, давай заводи. Двигатель нормально работает, ровно. Проставки поставили, да? Вот так, в принципе, работает двигатель у Черрика. Давайте его выключим. Все, выключили. Не знаю, есть смысл на нем проехать, нет ли. Не знаю, по такой цене, мне кажется, машина неплохая. Ну, и ресурс, наверное, у ней, конечно, меньше, чем у ВАЗовских. Вот, вкратце мы вам рассказали, показали автомобиль Черри Бонус. Хозяин в нем не видит ничего положительного. На этом мы закончим съемку. Такой краткий обзорчик. Ездить я не вижу смысла на нем. Наверняка вы их все видели на дорогах. Всем, кто смотрел, спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Покатай машинку. Да я с тобой проеду. Сейчас мы все-таки попробуем проехать на нем. Бензин, а у тебя нет? Идем в диалог. Давай, корову смотри, не задави. Да ничего, машинка нормально, че-то. Она машинка. Пластик, правда, дерьмовый у меня. Пластик? Да пластик у всех сейчас дерьмовый, лёд. Ну, что взять, Hyundai Solaris. Толян взял, тоже жесткий пластик. Я ему скажу, машина идет. Ну, она на бензине сейчас. Она идет нормально, машина. Ну, да, жестковато, мне кажется. Ну, так вот сидишь в ней, блин, как-то помассивней, да, все? Ага. Чем, вот в Гранте даже взять ту Гранту. Одинаково. Одинаково? Да. Ну, послушно так она. Реагирует адекватно. Да? Нормально. Не жестковато, он проставки поставил вообще. Хозяин нам разрешил прокатиться с братом. Нормально машина, незначим гоним. Вот брат мой говорит, машина хорошая. Скажи, братан. Конечно, машина хорошая. Нормальная машина. Сейчас китайцы. Впереди планету Сей, да? Ладно, закончим съемку. Вот так вот.